В правительстве озвучили предварительную сумму ущерба от паводков в Казахстане. Заместитель премьер-министра Ханат Базумбаев заявил, что по предварительным оценкам ущерб составил 53 миллиарда тенге. Правительство и руководители центральных и местных исполнительных органов каждый год говорят о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопасности страны. Но каждую весну ситуация повторяется. Паводки этого года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, считавшихся наиболее крупными за 30 лет. «Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия», – отмечал сам президент Тукаев. «По мнению депутатов, посетивших подтопленные регионы власти, знают, что паводок будет, но не готовится к большой воде. Есть страны, которые приняли меры по защите от цунами и вулканов, а у нас, в некоторых наших районах, нет даже простейшей лодки и водных ботинок, которые должны быть готовы», – говорили мажористмены. «Больше всего пострадали жители западных и северных областей». Вице-премьер Бозумбаев на брифинге в Кабмине показал детальную таблицу с именами спонсоров и размером оказанной финансовой помощи регионам, пострадавшим от паводков. Кроме того, часть денег перечислена фондом «Демил» и фондом «Казахстан-Халхана». «Эти деньги в дальнейшем местные Акимады используют, либо, как мы практикуем, напрямую предприниматели приобретают жилье, либо строят новое жилье, подключая местные строительные компании», – сказал журналистом Бозумбаев. И главное, он озвучил сумму ущерба от паводков. «По результатам обследования 9306 домов предстоит отремонтировать, то есть они годятся к ремонту, 8190 – это аварийные дома, и мы должны будем купить для людей на вторичном рынке 5714 домов и квартир, и построить 2576 домов по типовому проекту. В целом на восстановление жилья потребуется порядка 257 миллиардов тенге. Причем это как деньги спонсоров, так и деньги местного и республиканского бюджета». Деньги спонсоров и финансы из бюджета будут направлены на восстановление автодорог, линий электроснабжения и ремонт соцобъектов. Но журналисты заявили, что из регионов казахстанцы пишут, что, мол, покупают самое дешевое и не очень хорошего качества. Получается, в паводках люди потеряли свою мебель и утварь домашнюю, которая стоила гораздо дороже, а теперь получают очень дешевую. Насколько достоверна эта информация, поинтересовались журналисты у Бозумбаева. Зам премьера пояснил, что покупать мебель и технику для пострадавших домов Акимат не должен. «Все, что вы сказали, неправда. Точка. Значит, Акиматы не обязаны покупать мебель и технику. Точка. Если сейчас в сдаваемых домах ставятся мебель и технику, это за счет спонсоров местных дополнительные какие-то вещи ставятся. Поэтому Акиматы сами не покупают ни мебель, ни технику. Сами не приобретают ничего. Это только если спонсоры помогают местным». Бозумбаев также ответил, можно ли было предотвратить масштабные паводки в стране. Напомним, среди аргументов было, что вода пришла откуда не ждали. «Что же тогда делают наши системы?» – Акиматы на местах спросили журналисты у Бозумбаева. «Даже если бы Акимы знали, что бы они сделали», – ответил чиновник. «Ну, например, успели бы какие-то аулы дамбами обваловать. Но вы должны понимать, вторгаясь, степная вода пришла, разлилась шириной в 30 километров, глубиной полметра, где-то полутора метров. Какой Аким может защитить?» – удивился чиновник. «Ну, это просто нереально. Можно было бы только эвакуировать пораньше, скот вывезти на возвышенность и так далее». Он добавил, что даже в развитых странах не могут предвидеть стихийные бедствия и привел в пример паводки в Китае, Европе и Бразилии в этом году. Однако чиновник признал, что система прогнозирования у нас слабая. «Но другой вопрос, что система прогнозирования паводков у нас очень слабо работала. И президент страны дал нам поручение, что до конца года мы разработали систему прогнозирования и реагирования на такие стихийные бедствия, как паводки. В общем, 33 тысячи семей получили господдержку после паводков в Казахстане в размере 100 МРП на общую сумму более 12 миллиардов тенге. Общая сумма спонсорства составила более 250 миллиардов тенге. Деньги пошли на жилье пострадавшим от паводков. В списке спонсоров – бизнесмены и фонды. Но проблема в том, что практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть. Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов. По крайней мере, чиновники сделали еще одно обещание. Здоровье молодежи, будущие нации. В Казахстане стартовала неделя репродуктивного здоровья. Целый ряд мероприятий, направленных на подростковое и взрослое здоровье, будет проведен в регионах. О подростковой беременности, недостатке информирования и другие проблемы обсудили отраслевые эксперты на брифинге. Несмотря на высокий уровень знания о контрацепции, доступ к населению ограничен. Основной причиной низкого использования является высокая стоимость средств защиты, говорят эксперты. При этом нужно повысить уровень осведомленности среди молодежи, способствовать улучшению доступа к медицинским услугам. А проводимая неделя репродуктивного здоровья поможет охватить широкий круг населения и послужит еще одним напоминанием о важности здоровья. В первую очередь это молодежь и подростки от 15 до 24 лет. Это родительская общественность и сами женщины и мужчины репродуктивного возраста. Это люди с инвалидностью, медицинские работники, работники образования, медресе. Как я уже хотела сказать, как я уже говорила, ожидаемыми результатами кампании является повышение уровня осведомленности населения в вопросах репродуктивного здоровья, увеличение числа людей, прошедших медицинские осмотры и получившие консультации. Чтобы успешно решать эти вопросы и медикам, и педагогам нужно объединиться, уверены представители НПО. Да, есть улучшения. Но вот исследования, которые проводили фонда МООН в области народонаселения, они отмечают, что у нас изменился возраст сексуального дебюта, он сейчас 16,5 лет, но, к сожалению, не изменилось репродуктивное поведение подростков. Более 44% имеют более одного полового партнера, это риски. И наша задача повысить информированность. Затронули вопросы подростковой беременности. Я, как акушер-гинеколог, не могу не заметить, что девочка-подросток, она совершенно не готова к той нагрузке, которая возникает во время беременности. Она рискует своим собственным здоровьем. Это, как правило, высокий риск осложнений во время беременности. Это маловесные дети. Между тем, на репродуктивное здоровье влияют и питание, и напитки. Например, энергетики из-за высокого содержания кофеина. Это, по сути, энергетики, которые не дают возможность отдыхать организму, восстанавливаться организму. И если часто употребление этих напитков происходит, то мы можем заметить, что как значительно ухудшается в целом здоровье, в том числе и нарушается гормональный баланс, и нарушается репродуктивное здоровье. Репродуктивное здоровье – это сильная нация. Сильная нация – это сильное государство и, как следствие, экономика. По крайней мере, об этом говорят эксперты. Но вот вопрос подростковой беременности, раннего предупреждения и профилактики в целом среди родителей, к сожалению, пока не решен. Но, как обещают все те же эксперты, он скоро решится и самым лучшим образом. Пройдет время, и мы увидим, так ли это на самом деле. Вопросы защиты прав бизнеса обсудили в Уральске. В Департаменте экономических расследований по Западной Казахстанской области сообщили, что защита прав предпринимателей является актуальным и приоритетным направлением государственной политики. Существующие нормативные акты, включая предпринимательский кодекс Республики Казахстан, обеспечивают защиту прав бизнеса. Однако, непрофессиональный подход к введению бизнеса может привести к гражданской правовой, уголовной или административной ответственности. Уголовная ответственность особенно опасна для предпринимателей, так как может затронуть их личные права, такие как свобода передвижения и право на профессиональную деятельность, отмечает руководитель Департамента экономических расследований Аслабек Дюсенов. В деле защиты прав предпринимателей немаловажную роль играет взаимодействие субъекта предпринимательства и службы экономических расследований противодействия коррупции и сокращения теневой экономики. Сегодня такое взаимодействие в основном осуществляет совместно с Национальной палатой предпринимателей Атамикен, главной задачей которой является защита прав и интересов и активное вовлечение казахстанского бизнеса в реализацию государственных программ. Наши совместные деятельности направлены как на защиту прав предпринимателей, так и на профилактику экономических правонарушений. Такое взаимодействие вносит значительную лепту в деле защиты прав и интересов предпринимателей, снижение давления на бизнес, как выше отмечалось, сокращение количества зарегистрированных уголовных дел, а также увеличение пополнения бюджета без вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного процесса. Четыре человека погибли в результате двух автоаварий в Западно-Казахстанской области, трое из которых сгорели внутри транспортного средства. Трагедии произошли в Сырымском и Терептинском районах. Все подробности в сюжете. Как сообщили специалисты областного департамента полиции, в шести километрах от села Туганас Сырымского района водитель автомобиля «Лада Приора» врезался в лошадь, после чего на этот же автомобиль был совершен еще один наезд. Один человек скончался на месте. 23.06.2024 года, примерно в 00.00 часов, в шести километрах от поселка Туганас Сырымского района, водитель, управляя автомашиной марки «Лада Приора», допустил наезд на лошадь, после чего на транспортные средства «Лада Приора» допустил наезд автомашина «Фольксваген Пассад». Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 24.06.2024 в районе села Анкаты Терептинского района водитель грузового автомобиля «Вольво» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Прада». В результате оба транспортных средства загорелись. Три человека погибли в огне. Примерно в 16.35 водитель, управляя автомашиной марки «Вольво», полуприцеп, в пути следования по дороге Самарышинске на 302-м километре в северном направлении, не обеспечивая безопасность дорожного движения, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомашиной «Тойота Прада». В ходе дорожного транспортного происшествия произошло возгорание обеих машин. По словам специалистов, по обоим фактам ДТП назначен ряд экспертиз. Правовая оценка будет дана в ходе досудебного расследования. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймурат Жагапар, телеканал ТДК-42. Очередной многоэтажный дом с дефектами издали в Уральске. Жильцы этого дома обратились в редакцию нашего телеканала. Они рассказали, что заселились в квартиры в декабре прошлого года. Не прошло и полгода. Тогда ли о себе знать многочисленные дефекты? Они выявлены как в самом доме, так и на придомовой территории. Марина Горбук продолжит тему. Первое, что бросается в глаза во дворе многоэтажного дома по адресу Акан-Сире 45-1, это состояние детской площадки. Мы видим, что здесь все детали от конструкции разбросаны. Должным образом не прикреплены. Кроме того, здесь мы видим, что не залита дорожка. Вместо нее кучи цемента, которые застыли. И о них дети уже несколько раз получили травмы. Детская площадка сделана настолько халатно, что все дефекты здесь видны издалека. Ступеньки у подъезда уже осыпаются. В квартирах при малейшем дожде у жильцов протекает потолок. На верхнем этаже в здании образовались трещины. Да так сильно, что стены отходят. Также мелкие трещины проходят параллельно и в других местах. Снаружи дома, сбоку от балконов, на каждом этаже сделаны специальные выемки. Застройщик заявляет, что это для кондиционеров. Однако жители говорят, что эти отверстия доставляют им лишнее удобство. Не помещается кондиционер, туда не помещается. Вот такой вот квадратик мне не нужно. Пускай убирает вот это. Мне вообще за копейку даже не надо мне. Стеклопакет на балконе также установлен некачественно. Лифт здесь часто заклинивает. Свидетелями этого стали и мы. С вопросами мы обратились к застройщику, представителям компании «Булашак-Т». Генеральный директор заявил, что их компания отвечает только за возведение дома. Здание было принято в эксплуатацию еще в 2022 году. Однако заселились жильцы лишь в декабре прошлого года. Застройщик заявил, что проблемы во многом возникли из-за того, что после сдачи в эксплуатацию дом некоторое время простаивал. Вторая компания, выполнявшая работы по благоустройству и подведению инженерных сетей, вовремя не справилась с работой. Когда в доме нет тепла целиком по дому, и по теплу осенью, наверное, даже в сентябре, в октябре дожди были, и в ноябре дожди были, эта вода пошла, и зимой, наверное, какое-то время было оттаивание. Естественно, там внутри нет тепла. Со счет тепла он должен был стекать, вытекать и само выходить. И начали лопаться канализационные стойки, ливневые стойки. Ну и этот эффект дальше свой имел. То есть начали протыкать потолки. Мы, прежде чем в декабре месяце, чтобы заселить полностью, там, где была вода, мы провели мелкий ремонт. Также представитель строительной компании отметил, что они обязаны устранить все дефекты в гарантийный срок. И этот срок, по его словам, три года. Там огромная котельная стоит, там, кусок, его поднимали краном. И они отнеслись, типа, где-то поцарапали, где-то кровлю мягкую взвернули, и об этом промолчали. Кто они? Ну, тот, кто монтировал котельную. Я же вам говорю, да, другое компания, да, они об этом хотя бы сказали бы, ребят, мы там повредили. Ну, кто на себя возьмет? Мы скажем, если вы повредили, тогда давайте, мы сделаем, но вы оплачиваете. Ну, сами знаете, да, чтобы от этого избежать, они, видимо, промолчали. И вот, когда большая вода, а в воскресенье был очень большой дождь, почти сутки, как раз, лил. И вот она вот как раз нашла эту причину. В свою очередь, в городском отделе строительства заявили, что с компанией, выигравшей тендер на работы по благоустройству придомовой территории и подведению инженерных сетей сейчас ведутся судебные разбирательства. Это вина подрядной организации, которая до сих пор строит вот эти инженерные сети и благоустройства, не надлежащие исполнению договорных обязательств. И мы суд тоже иск подавали. До сих пор вот ведутся процессы. Также в Акимате заявили, что договор со строительной организацией подписан на два года. Получается, что все дефекты должны быть устранены до сентября текущего года. Далее гарантийный срок истекает. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. В многоэтажных домах Уральска с долгим сроком эксплуатации нечистотами затапливают подвальные помещения. В редакцию нашего телеканала обратились горожане, проживающие по адресу улица Циолковского, 6-1. С проблемами в системе канализации они и сталкиваются на протяжении нескольких лет. Подробности в материале наших корреспондентов. У подъезда в дом по адресу Циолковского, 6-1, находиться неприятно. С подвальных помещений распространяется резкий запах канализации. Как рассказывают жильцы дома, такая проблема возникает на протяжении нескольких лет. Канализационный колодец в доме переполнен, а все нечистоты стекают в подвальное помещение. Две недели канализация как прорвало, все в подвале, две недели. Туда колокола берем, в этот тепложаик, ну вот этот как его, водоканал, КСК. Этот КСК сюда двигает, водоканал они делают. И вот уже какой год мы учимся, трубу соединили пластикой, земли накидали. Год не простоял, она продавилась, все идет в подвал. В КСК строители рассказали, что проблемы действительно существуют уже давно. Сейчас подана соответствующая заявка в ТОО БАТЭС СОРНОСА. В прошлом году тоже была такая проблема. Канализационные трубы, лизаки, все, сроки стек, эксплуатации заменили, текущий ремонт сделаны. Вот в этом году опять повторяется этот случай. Совместно мы с БАТЭС СОРНОСА, мы, наверное, думаем, устраним в ближайшее время эту проблему. А если они нам в свое время заменят, колодец капитана ремонт сделан, мы со своей стороны до дома всю свою линию протянем. Стоит отметить, что такие проблемы наблюдаются во многих живых домах. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. Вопросы о трудоустройстве молодежи будут обсуждаться сегодня в 19.30 в программе «Время говорить» в прямом эфире телеканала ТДК-42. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова